Новая информация в связи с падением Роблокса уже появилась в сети, в этом видео я вам обязательно ее расскажу, поэтому слушайте это видео внимательно. Уже 28 октября Роблокс перестал функционировать, он начал потихонечку ломаться и все началось с того, что игроки не смогли зайти в Роблокс. Роблокс сам по себе еще грузил, но игроки уже не могли играть, не могли добавлять других игроков-приятелей и вообще не могли менять своего аватара и что-либо другое с ним делать. Поэтому у всех уже закрались сомнения, что с Роблоксом что-то случилось и это было не случайно, потому что Роблокс и вправду начал падать, то есть он начал ломаться и перестал работать. Все стали думать, что же с ним произошло до того момента, как Роблокс полностью обнулился, то есть в Роблокс вообще нельзя было зайти и до сих пор в него нельзя зайти. Влазит вот такая вот табличка практически у всех. Вот так вот она выглядит и посмотрите, вот такая вот грустная синяя картинка. Я думаю вы уже на нее насмотрелись, поэтому больше я показывать ее не буду в этом видео, а постараюсь разобрать с вами основные и самые реальные причины падения Роблокса. Мы в этом видео не будем с вами фантазировать о каких-то там несбыточных причинах, поэтому поговорим о самых реальных. Вот я зашла уже на сайт, это основной сайт статуса Роблокса, то есть здесь нам показывают вообще, почему не работает Роблокс и основные причины. Первое падение Роблокса произошло 28 октября 2021 года, примерно в 4 часа по московскому времени. Изначально написали, что это влияет только на некоторых игроков, чтобы мы были на связи, но повлияло это конечно же не на некоторых игроков, а почти на весь Роблокс. 28 октября уже по другому времени выявили основную причину поломки Роблокса, это была внутренняя системная проблема. Позже уже на следующий день, то есть 29 октября, примерно в 7 часов по московскому времени, сказали разработчики, что активно работают над восстановлением, что некоторые пользователи стали иметь ограниченный доступ, что якобы некоторые пользователи могут уже заходить в Роблокс. Давайте это проверим. Вот я открыла аналитику Роблокса, то есть сколько человек примерно играет в это время. Как они пишут, то есть 29 числа примерно вот в это время, некоторые пользователи уже могли заходить в Роблокс. И вправду, в это время активность немножечко поднялась, всего лишь 600 человек могло играть в Роблокс, но позже стало все хуже и хуже, то есть Роблокс начал еще больше падать уже на следующий день, то есть 30 октября, уже почти никто не мог играть примерно ночью, но позже, видите, немножко восстанавливается, то есть некоторые игроки все же могут зайти, и скорее всего это связано с другими странами, потому что в других странах Роблокс немного-то хоть работает, там можно заходить и в игры, но, конечно же, не во все игры можно зайти, и вообще поиграть не всем удается, но в других странах полностью Роблокс не работает. Поэтому 29 октября написали также, что команда продолжает активную работу над восстановлением сайта, чтобы уже все игроки могли играть в Роблокс. Теперь давайте поговорим над основными причинами, самые важные и самые реальные причины. Первая причина это, конечно же, всеми любимый Хелленский ивент Чепотло, при помощи которого мы можем получать разные бесплатные вещи, для этого мы должны просто были пройти лабиринт. Звучит все очень просто и все очень красиво, но есть основная проблема, что этот ивент это коллаборация большой компании ресторанов, которая есть в США, есть в Канаде, во Франции и в Германии. Это что-то вроде фастфуда и называется это Чепотло. Очень много информации, в основном твиттере связанная с Роблоксом. Вот смотрите, это вся информация активна с Роблоксом, вся эта информация с этим связана, и уже немножко выше мы можем прочесть, что есть какие-то поломки. То есть этот ивент пишет «Скучаю по тебе, Роблокс», и тем самым делится твитом основного Роблокса, что есть какие-то проблемы. Также пишут, что нам известно, у пользователей возникают проблемы с доступом к платформе Роблокс, включая и этот самый ивент Чепотло Буррито Мэйз. Давайте разберем основную проблему в этом ивенте. Тут проблема больше даже не в бесплатных вещах, а в бесплатном Буррито. Если мы зайдем в этот ивент и подойдем к одному скелетику, то он нам скажет, что здесь можно получить бесплатное Буррито. Конечно же, это активно только в странах, где есть этот фастфуд, но сам прикол заключается в том, что мы должны получить здесь какой-то код, и потом мы в реальной жизни сможем получить это самое Буррито. То есть это не какая-то бесплатная вещь, не какой-то мерч, это именно Буррито, которое мы можем съесть в реальной жизни. Поэтому некоторые игроки захотели обманом получить много Буррито, и стали создавать просто уйму фейковых аккаунтов, чтобы просто зайти на этот ивент и получить себе Буррито. Поэтому была создана просто уйма всяких аккаунтов, все захотели получить еще бесплатного Буррито в реальной жизни, и скорее всего, тем самым нарушили что-то в Роблоксе. Но, конечно же, это не основная причина падения Роблокса, потому что в этом ивенте не очень много человек было. Но другой, более масштабный ивент, вы все знаете, это Adobe. Там тоже вышло Хеллунское обновление именно 28-го числа. То есть почему-то все обновления решили сделать в одно время, то есть 28-го числа, и поэтому именно 28-го октября весь Роблокс полностью испортился, то есть перестал работать. Давайте почитаем. Тут тоже пишут про обновления. Пишут все оптимистично, но в комментах уже начали писать, чтобы ивент продлили, потому что есть проблемы с Роблоксом. И многие игроки не могут играть, я не знаю, будут продлевать этот ивент или нет. Но на данный момент, когда открылся ивент, писали, что зашло примерно 3 миллиона человек. Это очень много. Если считать, что Роблокс не рассчитан на такое огромное количество серверов, поэтому, скорее всего, с Роблоксом и произошли проблемы. Все, скорее всего, захотели сыграть в эту игру, зайти в ивент Чипотлы. Поэтому мы можем сделать вывод, что произошли проблемы именно с какими-то серверами, потому что слишком большое количество человек, вряд ли Роблокс рассчитан. Но это такое прям огромное-огромное количество человек, потому что 3 миллиона человек просто в одном адобме, если не читать разные пэт-симуляторы, арсеналы и другие разные игры. И если, конечно же, не читать тех ребят, которые создавали миллионный аккаунт, чтобы получить бесплатные буррито в магазинчиках Чипотлы. Роблокс не работает уже больше одного дня, и можно сказать, что это почти самое большое отключение в Роблоксе. И игра в него уже очень давно. Но я не помню, что было такое глобальное отключение Роблокса. И это, кстати, очень даже ненормально. Но я думаю, прошло уже много времени, и должен скоро Роблокс исправиться. Поэтому, как только он исправится, я обязательно сниму для вас новенькое видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего новенького не пропустить о Роблоксе, и не пропустить о новеньких бесплатных вещах. Надеюсь, что Роблокс совсем уже скоро заработает, и мы сможем в него наконец-то поиграть. Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения.